Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон уже не скрывает своей цели, смены режима любой ценой Между тем эксперты считают, что Белый дом вряд ли решится на военную интервенцию.По словам аналитиков, для этого США придется перебрасывать войска из других регионов, к тому же армия Венесуэлы, одна из самых мощных в Латинской Америке Соединенные Штаты не скрывают, что хотят сменить режим любой ценой.Так, вчера Трамп сказал, что оставляет на столе вариант военного вмешательства Это подрывает все основы международного права, цитирует главу Министерства иностранных дел ТАСС Мы не должны допустить, чтобы ситуация в Венесуэлы стала поводом для Трампа развязать войну, которая ему нужна, чтобы спасти свою шкуру как президента, подчеркнул дипломат Тема возможного вторжения США в Венесуэлу оказалась в центре внимания после того, как журналисты заметили, что в блокноте советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона была сделана запись Солдат в Колумбию Незадолго до этого американские СМИ сообщили, что сам Дональд Трамп обсуждал возможность вторжения с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который также имеет чин полковника ВВС США в запасе Однако власти Колумбии заявили, что не участвуют в каких-либо приготовлениях к военным действиям против соседней Венесуэлы Это не первый случай, когда Белый дом поднимает вопрос военной интервенции в Венесуэлу Дональд Трамп упоминал о восстановлении демократии в латиноамериканской стране военным путем еще в августе 2017 года У нас много вариантов для Венесуэлы, и я не исключаю военного решения.Военная операция и военное решение, это именно то, что мы могли бы реализовать, заявил тогда 45-й президент США Политический кризис в Венесуэлы обострился в конце января, после того как оппозиционный политик и председатель Национальной Ассамблеи Хуан Гуаида объявил себя исполняющим обязанности президента страны На сегодня Гуаида признали, временным президентом, Испания, Великобритания, Швеция, Канада, Израиль, Франция, Австрия и ряд других государств Ряд стран ЕС также выдвинули ультиматум, в котором заявили, что признают лидера оппозиции президентом, если в Венесуэлы не будут проведены новые выборы Венесуэла, как и другие латиноамериканские страны, находятся в сфере ответственности Южного Командования США В его распоряжении нет абсолютно никаких боеспособных частей и соединений, которые можно было бы бросить в бой Эксперт напомнил, что последней успешной операцией армии США в регионе было вторжение в Панаму в 1989 году Тогда американские военные обладали гораздо более подготовленными силами и плацдармами для таких действий, пояснил Батюк Сейчас у американцев нет такого опыта, нет военных баз на территории стран Латинской Америки за исключением Гуантанамо, нет подразделений, готовых проводить такие операции в Южной Америке, рассказал эксперт Кроме того, отметил эксперт, любая экспедиционная сила при вторжении в Венесуэлу столкнется с серьезным сопротивлением армии страны При этом Николай Калашников в беседе с Арти пояснил, что, несмотря на поддержку правительства Мадуро высшими армейскими чинами, среди личного состава ВС Венесуэлы могут быть и сторонники оппозиции Армия Венесуэлы неоднородна, в ней есть люди, придерживающиеся разных взглядов.В массе своей командования, высший офицерский состав поддерживает правящий режим То, что происходит у младшего офицерства, это вопрос более сложный, рассказал эксперт Поддержку Венесуэлы могли бы также оказать Куба и Республика Никарагуа, однако венесуэльский оборонный потенциал достаточно высок сам по себе, отметил эксперт Он также подчеркнул, что в случае принятия решения о прямой военной интервенции администрацию Трампа и США в целом ждут серьезные репутационные потери Соединенные Штаты уже отметились в негативном смысле в Афганистане, где война идет с 2001 года, а успеха нет, аналогичная ситуация и в Ираке Субтитры создавал DimaTorzok